Армяне гордятся вами, как первым армянином, полетевшим в космос. Как вы думаете, долго еще ждать второго армянского космонавта? Для меня большая честь быть первым армянином, который побывал в космосе. Я высоко ценю это. Долго ли ждать второго? Не знаю. Все зависит от того, подадут ли армяне в зависимости от места проживания заявку на участие в американской космической программе или федеральной космической программе России. Мне кажется, возможности именно там. Люди должны быть заинтересованы и пробовать. Что вам запомнилось в Армении? Что вы знали о ней до приезда? Что совпало? От чему вы были удивлены? Все, что я знал об Армении, я узнал от моих родителей и бабушки с дедушкой, которые приехали сюда в начале 20 века. Но они рассказывали мне о старой Армении. И сейчас Ереван выглядит совсем по-другому. Не так, как сто лет назад. Мои друзья тоже бывали в Армении, и у них были очень положительные впечатления. Но когда я сам приехал, то с первого дня для меня все было восхитительно. Не только посещение разных мест, где нам удалось побывать в Ереване и за его пределами, но и больше всего встречи с людьми. Мне очень понравилось выбираться в город, где меня очень хорошо приняли местные, показав, чем занимаются люди, живущие в Ереване, а не то, как обычно проводят время туристы. И это было великолепно. Я прекрасно провел время. У меня только позитивные впечатления. Моя жена тоже здесь со мной. И мы оба получаем огромное удовольствие от пребывания в Армении, а еще больше от людей, которых мы встретили. Они все были очень добрыми, открытыми, гостеприимными. И такое ощущение, что мы живем тут всю свою жизнь. Тут очень красиво. Мы наслаждаемся прогулками. Нам нравится посещать разные места. Все замечательно. У меня не было каких-то стереотипов. Я хотел увидеть настоящую Армению. Во многом, это похоже на то место в США, где я вырос. Если бы я не обращал внимания на название улиц, то я бы чувствовал себя там, где я жил в детстве. Только еда отличается, но не от той еды, которая была у нас дома. Но я нахожу много приятных сходств. Я не могу сказать ничего, кроме очень позитивных вещей про наш визит в Армению. Помогало ли вам то, что вы этнический армянин? Какие именно в работе чисто армянские черты своего характера вы можете выделить? Мой отец армянин. Моя семья на 100% армянская. Это, очевидно, повлияло на мое воспитание, на те ценности, на которых нас вырастила семья. Работать усердно, быть честным, всегда пробовать. Никогда, ни в коем случае не сдаваться. Ты можешь сделать все, что ты задумал. Единственная причина, по которой у тебя не получится, это если ты перестанешь пытаться. И моя семья всегда была очень позитивной и направляющей на то, чтобы поступать именно так. Не знаю, только армяне так делают или нет, но вся моя армянская семья всегда имела именно такие взгляды на жизнь. Так что я думаю, что это именно то, что помогло мне делать то, что я сделал в своей жизни. Я не уверен, что могу сказать, что так делают только армяне, но, безусловно, это была именно очень сильная нравственная основа нашей семьи, и я этому рад. Это помогло мне прожить счастливую жизнь. Я чувствую себя удачливым во всем, что я сделал. То есть, помимо того, что я усердно трудился, я знаю, что мне также сопутствовала удача. Но я думаю, важно верить, что ты хозяин своей судьбы. И если что-то идет не так, как ты хочешь, то сделай что-нибудь с этим. Не сиди сложа руки и жди, пока кто-то сделает это за тебя. Никто из армянской части моей семьи никогда не был в роли жертвы. Я хочу сказать, что в прошлом произошли ужасные вещи в истории Армении. Но это не означает, что вы должны постоянно чувствовать себя жертвой. Да, эти вещи произошли, но прошли. Что я должен делать сейчас? Возможно, от этого позиция моей семьи была такой, что нужно взять на себя ответственность за свою жизнь, сделать все, что надо, сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь, чтобы она была. Ты ответственен за то, что происходит, и никто другой. Это был большой дар, и я, в свою очередь, передаю его своим детям. Я стараюсь передать этот месседж тем людям, студентам, с которыми общаюсь, что я просто человек, я не так отличаюсь от них, мое образование не так отличается от того, что у них. И усердной работой, попытками, страстью к чему-либо, можно стать профессионалом, не обязательно астронавтом, можно инженером, автомехаником. Я, например, в молодости в свободное время подрабатывал автомехаником, чтобы оплатить колледж. Вы не только можете сделать все это, даже нужно, чтобы вы это сделали. Вы не можете добиться высот, сидя дома, играя в видеоигры, если, конечно, вы не профессиональный киберспортсмен.